Лес Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне считает Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне считает Снится мне опушка из цветов Вся в рябине тихая опушка Восемьдесят, девяносто, сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Восемьдесят, девяносто, сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Я тоскую по родной стране По ее рассветам и закатам На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты Спят тревожно русские солдаты Так что ты, кукушка, подожди Мне дарить чужую долю чью-то У солдата вечность впереди Ты ее за старостью не путай Ты ее за старостью не путай Ты хочешь спать, Александыч? А мы хотим Не выйти Хоть прямо тут уснуть Не дам Нельзя Мы же все же не железные Когда ты отпустишь спать? Ты же знаешь, что замены нет Только вперед На этом построен весь наш расчет На этом построен весь наш расчет Ты его знаешь и меня тоже В чем дело? Это вы сняли аккумулятор С моего укладчика Он же вам не нужен И вы его все равно в работу не пустите Пустим В общем так Если вы сейчас не отдадите Я даю телеграмму в обком И в Москву Что по вашей вине срывается график работы на моем участке Да подавитесь вы Суки вербованные Сейчас Похимичим немного Он у нас и без этого ящика крутить будет Сейчас Зывчивый Сейчас А как же вы работать будете? Да какие же вы чудаки! Ну что вам еще нужно снять? Хотите движок сейчас сниму? И буду руками грудить И все равно вращаться будет Не бери на испу Нас тоже не на помойке нашли Крамова вся Сибирь знает Вот и до Это вы, варяги, пришли и ушли А нам тут Умираю Но скоро Наше солнце взойдет Не дури Не дури, Крамов А то что будет Худо Кого? Вот и отстань ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Эх, Лиля, Лиля! Скажи, подружка, как дела? Какие снятся сердцу дали? Пирог, что ли? Меня ведь тоже поджигали Прощальный бал. И я, как ты, сгорал дотла Откуда силы-то взялись? Казалось, нет нас только пепел Осужденный, номер 4911 Дата смерти 20 января Птица Феникс Три тысячи девятьсот сорок третий года Осужденный Три тысячи двадцать два Дата смерти Шестого февраля Тысячи девятьсот сорок девятого года А у меня 16 декабря 52-го года. Осужденный 36-14. Да. А кто же за все, за это заплатит? Плюнуть на прошлое. Идти по могилам. Значит, закрушить себя. А вот этого не разрешить. Не простить. Нельзя. Они как будто в затылок смотрят пустыми глазницами и спрашивают. Прошу вас. Мы пришли в Афганистан. Мы гоняли здесь и там Баграм. Боя Рабат и Кандагар. Нас позлали на Паншер, где не ходят БТР. Баншер, Баншер, Много бандушмана. Афганистан. Много сил осталось там. Афганистан. Поскорей мы по домам. Но замены нету нам. Но замены нету нам. Мы совали с Киньи Дим. Кандагаре службу к Димбаррам. Терем пули пополам. Не устали мы еще. Нам привычно это все свой долг. Мы исполним до конца. Афганистан. Много сил осталось там. Афганистан. Поскорей мы по домам. Но замены нету нам. Но замены нету нам. Мы пришли в Афганистан. Мы гоняли здесь и там Баграм. Если вы нас не рассудите с Семеновым, дело до убийства дойдет. Два медведи в одной берлоге не уживутся. А я без вас умру. Далеко вы заехали. Товарищ прапорщик, заперли штурмовое отделение в сборе. Почему не на трассе? Афганистан. Много сил осталось там. Афганистан. Поскорей мы по домам. Афганистан. Много сил осталось там. Афганистан. Идет. Все ребята на месте. Что за парад? Почему не на трассе? А там делать нечего на трассе. Почему это нечего? Нет разрешения на изоляцию. Как это нет разрешения? Снегирев стыки забраковал. А сегодня какое число? 28-ое. Вот неделю назад. Я им сказал, почистите шлак, брызги, разбейте пикетаж, напишите номер остыков. Вот и все. Вы это все сделали по замечаниям? Так точно. Почему нет разрешения? А ко мне никто не приходил. Чингис, ты почему не подошел к Снегиреву? А он сказал, все равно подушка не сделана траншеей. Зачем тебе разрешение? Боцман, почему же не сделана подушка? Ну что ты нас мордуешь, Александр? Если подушку сделать заранее, пока разрешение будет, она же замерзнет вся. Зачем нам бесполезную работу делать? Так. Вот вы как. Друг на друга. кишки наматываете. Выводи людей на подушку, боцман. А ты, Олесь, давай со Снегиревым по трубе. А я разрешение все равно не дам. Все. Выводи людей на подушку, боцман. Я разрешение все равно не дам. А это почему же? В проекте. Битумная изоляция. У вас пленка. Да вот же у меня разрешение начальника участка. Вот. Да это еще не все. Есть проект института. И необходима личная подпись Малыдина. Геннадий Михайлович, вы согласны с разрешением начальника участка? Изолировать пленкой? Да, согласен. Но разницу стоимостью платить не будут. Почему это так? Потому что это ваше предложение. У нас заложена смете битумная изоляция. А у меня что тут? Индивидуальная трудовая деятельность? Видишь? Огоньки в глазах. Я задумал пакость какую-то очередную. Точную. Это он пирог унюхал. Мамор. Смотри. Чиферит. Смотри-ка. Ты не бушуй. А то на тот свет недолго. Не пугай. Я уже семь лет живу в обнимку со смертью. Александрович, забыл что ли? У тебя же день рождения сегодня. Забыл, не забыл. Спасибо, что вы не забыли. Александрович, а мы ведь хотели поздравить тебя. Как-то отметить слегка. Итоги подвести. Итоги подведут в надгробной речи. И то, если будет тепло. Суета, сует все это. А итоги можно выразить тремя словами. Пропади оно пропадом. Устал ты, Александрович. Ну, вставать разрешается, Сереж. Не разрешается говорить об этом. Но мы же видим. Температурики. А что, где Раймондас? Да вон, на кровати спит. Раймондас. Хорошо. Ну, хорошо. Свой участок, считай, вы закончили. Вырвались к финишу первыми. Теперь надо помочь бригаде Крамова. Так. И что нужно? Да. Засыпать там километра три. Хватит. Придется тебе. Завтра в пять часов. С утра. Александр. Я думал, мы закончим свой участок. И домой. Вещеры собраны. А трасса что, встанет? Возьми, Серега. Раймондаса и Пашу. Надо помогать, ребята. Через силу. И с улыбкой. Александр. Тут ужасно красивая женщина у нас в гостях. Па-па-па-дам. Па-па-па-дам. Па-па-дам. 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 Па-па-па-дам. Ну что? Поздравляем. Днём рождения, командирыч. Па-па-дам. Па-па-дам. За всё спасибо. За то, что... ...форму одели. Особое спасибо. Сан Саныч, радиограмма. Семёнову. Дирекция не возражает применение плёнки для изоляции трубы. Малыгин. Утрись. Ну, что еще нужно? Так радиограмма не мне адресована, а вам. Причем тут я? Я маленький человек. Понимаете, я дурачок. Вот такой я дурачок, понимаете? Мне нужно, чтобы было написано Снегиреву сделать то-то и то-то. Положим, червонцами обклеить эту трубу или четвертоками обклею с удовольствием, а так нет. Извините. Ну, каторга! Ну, воинство Христово! Задержают за стопори! А ну-ка, воинство Христово, вперед! Вперед, сказал я! Свет не вечерний, вечный, не приходящий. Да прибудет к нам свет Ну как можно так жить? Ну что? Разве нельзя без этих ночных авралов, этих ежедневных судорог? Энтузиазм это припадок, взрыв Не может человек всю жизнь быть припадочным, не может Ну хорошо, пусть будет однажды Пусть, но ведь нельзя, чтоб практически всегда Нужны какие-то разумные пределы, нужны перерывы, нужен отдых А зачем каждый шаг с боем, с матом, с треском жил? Вам орут давай Вот вы рветесь вперед, до последней остановки движка Я не знаю, это выше моего понимания А мы так живем И так всегда Там Это жизнь мужчины без женщины Жизнь в обнимку со смертью Под огнем снайперов И открытый бой на уничтожение Тут Это монотонная, однообразная работа Ковш опустил, зачерпнул, поднял, выбросил Ковш опустил, зачерпнул, поднял, выбросил И так тысячи и миллионы циклов Так ведь можно рехнуться Нет Жить надо с ясной головой И смеяться Пока не прозвенел твой последний звонок Да И думать о любимых Да пропадите вы все пропадом И будьте трежды счастливы Дождь, дым Дождь, дым Дождь, дым От подшара неблизко Мы за чаркой сидим Небо хмарью нависло От валежника От валежника дым Тут все песни в мажоре И никто не убит Но с душой не поспоришь Все щемит и щемит Дождик сеется грустный По окошку скользя Человекам быть трудно Трудно Но иначе нельзя Дождь, дым Дождь, дым Дождь, дым Дождь, дым Дождь, дым Нас не все понимают Хоть не трудно Понять Нас порою ломают Не удастся Сломать Мы в пророке не рвемся Любим землю свою Мы прорвемся Прорвемся Как когда-то В бою Дождик сеется Грустный По окошку скользя Человекам быть трудно Трудно Но иначе нельзя Семенов, я за тобой Ты бумаги в бухгалтерию Все собрал? А? Ну, вот и хорошо Слушай Она тебя не укусила Случайно Да нет Нет Я Я просто к тому, что Мне никогда не везло На журналисток Хорошо живете Вот молодцы Землерой Как ты жил бы Семью имел А А я спал В трубах фргшных Ман и сман А то и прямо под сосной А так-то жил бы комфорт Бандитскими, конечно, методами Ты технику приобрел Сам установил какую-то Жесткую дисциплину Сознательную дисциплину Сознательную А то, что Технику Что вы мне обещали То я и взял Ладно Что прошлое ворошить А Пашка Крамов Тоже Роторный Запустил Молодец Мужик Поздновато Чего поздновато Вы же единоутробные братья Матери удачи Чего делить-то Нет, Пашка молодец Ему сейчас нелегко Его долбают повсюду Смотри, дескать Семенов Со своей бригадой Поздно приехали Рано закончили Статейка-то Сплошной мажор Со сплошными Слезами И соплями Эти Смотрите, дети Какие Красивые мальчики Приехали Вот вам, пожалуйста Новый газопровод Новый город Новая жизнь Нас Стариков Сейчас С поезда-то Сбросят Дескать Мы Старики Виноваты Во всех Этих Неустройствах А мы Тех Кого Стариками-то Зовут Вот на этом Самом Тащили Этот ВОЗ А что ВОЗ Державу Тащили Давай Говорили Давали Уголек Рубить Пожалуйста Уголек На гора Нефть Бурить Пожалуйста Напоили нефтью страну Хлеб Целину Вспахали Получи Государство Каравай Теперь Вот Газ Устало Сердце Клинит Поехали Времени Мы Объясняем Прошло Велик На 42 На На 42 На На 42 На 42 На 42 На 42 ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Они подкрасили пешком, когда не надо никого просить, заставлять... Есть испытания трубы? Да. Задача простая. Под напором газа продут поршни. Вот когда они сейчас на огромной скорости выскочат, вот тогда и закончим пробное испытание. Вот она, порчится, как в предродовых мугах. Эта труба. Все ведь ушло в эту трубу вся жизнь. ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Грохни же! Не боишь? Не грохнешь! Куда везешь? Куда ты? Счезай! 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 Ну, уйди! Ну-ка, стой! Стойте, я говорю! Паша! Паша! Храма! Где храма? Что же это? Паша! Я не видел! Вот он. Да не видел я его же! Паша! Паша! Тут крик слышу! Не вижу я! Я не видел его! Как это случилось? Как случилось? Паша! 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 Да что же теперь будет? Я отжал фракцион! Его в момент разорвало! А он там стоял, видел! Стал крутиться на одном! Сам-то он лезь под низ ушел! Слушай, Боцман! Ну, его же надо как-то достать! Он под гусеницу! А? Я не видел его! А слышу крик! А я не видел! Не видел! Паша! Паша! Слушай, ты поезжай! Ну, не надо тебе тут оставаться! Я уж тут сам! Ну, сам понимаешь! Зайдешь в бухгалтерию, наряд закрой, процентовки не забудь! Опоздаешь, там не посмотрят, что ты у нас герой! Быстро тебе припишут недовыполнение плана, перерасход зарплаты! Ребят, ну его же надо как-то достать! А? Что делать, Александр? Такое несчастье! Эксперты разберутся! Несчастный случай, случайное несчастье! Штурм без потерь не бывает! Александр Ильич! Пора ребятам деньги платить! Так вот, я и еду в город, в бухгалтерию! А мы что, будем свертываться, а? Ну, тогда я с тобой, Александр Ильич! Ненадежный чемоданчик! Звей! Звей! Нормози! Стой! 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 Привези до города! Подвези! Окраины подброшу! А до центра не могу! Звей! Звей! О! Мой гиwan... О! КОНЕЦ 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 Блечи проклятые! Оставай! Набидай! Мало. Концы! Совсем концы! Оставай! Оставай! Причем… В чем дело, водитель? Видать, последним заездом прибыли. КОНЕЦ КОНЕЦ Лейтенант милиции Матвеев, прошу предъявить ваши документы. Мистер Рос. Лучше вам почиститься, а то другой не станет разбираться и задержит. До свидания. Александрович, я тебя здесь подожду, ладно? Да не бойся, не подведу. По местам стоять. Лиля, мы здесь, в городе. Да, чем раньше, тем лучше. Это ты, Лиля? В дискотеку. Мы ждем оба. Очень. Саламандра. Что, все? Валяй. Какой-нибудь светленький. Вот все, что есть, пожалуйста. Выбирай. Вот этот. Пожалуйста. Ну-ка. Ну, это я не подпишу. Я не могу это подписать. Я не имею права. Файна, посмотри, пожалуйста. Это почему же? А я вам скажу. Во-первых, у вас нет контрольных обмеров по сделанным объектам. Это первое. Во-вторых, вы нарушили. А что, девочка? Можно чашечку? А, спасибо большое. Спасибо вам, наличие. Нарушили требования объекта и ни с кем не согласовали. Хотя вы должны были, кстати, сделать это за два месяца до окончания всех работ. Так мы же все работы и сделали за два месяца. Так, ну я про это и говорю. Понимаете, вы изощряетесь предприимчивости, а я за вас буду отвечать. Понимаете, одну минутку, не волнуйтесь. Все, что вы мне показали, все это по инструкции наказуемо. И я за вас отвечать не буду. Я не хочу отвечать за вас. Ну, послушайте. Но вы понимаете, что эти все работы сделаны. И люди должны получить деньги. Это их кровные деньги, вы понимаете? Кровные! Вакты все! Вот они, процентовки, здесь все. Не так громко, здесь не тайга. Все равно, стройбанк не подпишет акта приемки, не подпишет. Пожалуйста. Я тоже не подпишу. Ну, хорошо, ну, а что же нам делать? Вот сейчас. Чтобы оплатить вам по результату работы, надо пересчитать сметы. Я привыкла к хамству. Пересмотреть нормативы. Но у нас нет для этого совершенно времени, чтобы вам чем-то помочь. Не могу, не могу, совершенно не могу. Вы понимаете, нужно очень много времени. Вот вы знаете, что такое создать отчет? Не знаю. Какой-то ужас. Какой-то ужас. Видишь, ученица черный? Сюда! 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 Вот это не одна скажем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да Выходит Вы победители Да Победители Лиля Лиля Поехали со мной На юга Поехали, а Лиля Бедный Бедный Боцман Что будем заказывать? От и до Бедный Субтитры подогнал «Симон» А что хочешь ты, Пригожий? Ты, бандит. Присаживайтесь к нашему скромному столу. ЦАВИТАНГО! Что вы говорите? Я прошу вас разделить с нами радость большой победы. И предлагаю выпить за вашу удачу. Мы скромные люди и мы рады за вас. И этот скромный тост мы хотим поднять за успехи вашей трудной работы. Ты, бандит. Товарищ перепел. Что мы будем делать с этим придурком? Приятно было познакомиться. Рада вас всегда видеть, если только. Пошли, фраер. Подолгуем. Лена, зови милицию! Лена, зови милицию! Лена, зови милицию! Лена! Я прошу вас. Лена, зови милицию! Пошли, а скажи! ТВ, дремя, завтра! А-а-а! А-а-а! Светлой нет! А-а-а! 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 Веснушаю нас! Александр! А-а-а! 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 Я в Союзе с старой силой! Вот протокол. Можете ознакомиться. Зачитать? Мной, капитаном ОВД, ну и так далее по форме, произведено задержание лиц, организовавших драку в дискотеке. В результате безмотивной драки один человек, не имеющий документов, получил проникающее ножевое ранение грудной полости. Другой гражданин с удостоверением на имя Семенова А.А. получил ранение тяжелым предметом левой теменной области головы. Другой гражданин с удостоверением. Где они? Обувь в городской больнице. А эти? Все задержаны. Все задержаны. ТРМЧСОВ Продолжение следует... 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 Ты зачем пришла? Неужели? Во всяком случае, до сих пор идёт операция, ранение в сердце, его жизнь на волоске. В общем, всё будет зависеть от хирурга. Бедная головушка. Зачем ты пришла? Всё дело в том, Семёнов, что я люблю тебя. Ну, ты же не принадлежишь мне. И кто сказал, что завтра я буду рядом? Ну, зачем ты пришла? Брось всё. Уедем куда хочешь. Ты же везде сможешь работать. Смотри, Семёнов. Думай и делай свой выбор. Семёнов. Или ты едешь со мной. Или я одна уеду. Или ты не веришься. Развучай, всё. Семёнов. Вот ваши деньги. Распишись. Как ты хорошо начал, Семенов. Отлично продолжил. И как же ты хреново кончил. Разъедетесь теперь все, да? Сегодня будут сжигать факел. Опробовать ГРС. Не придете? Зачем? Зачем здесь ошиваться? Ну, Семен. Семенов столько ушло в эту трубу. Я-то думал, Семенов возьмется. И за месяц устранит все недоделки на трассе. По-хорошему, по-хозяйски все сделает. Благо, все бригады на трассе не раскиданы. По-хорошему, по-хозяйски можно и надо бы закончить. Надо, Семенов. Но я смертельно устал. Устал весь. сгорело все. Что могло сгореть? Прости, конечно. За все надо платить. Такой счет. А что делать? Ну, где я возьму тебе нормальных людей на такую работу? Ты со своей несгибаемой бригадой. На вас же вся надежда? Послушай, Семенов, я завтра уезжаю. Если ты клюнешь на эту удочку, может случиться так, что ты навсегда останешься один. Появится еще один бездомный фанатик, отмеченный клеммом странника. А помнишься, да поздно будет. Потом ведь никому не нужен будешь. Поздно. Нигде не нужен. Никому не нужен. Кроме как начальству, подающему еще более высокому начальству подарок к Новому году. Готовую трассу. А потом иди ты куда хочешь. Без оглядки. До следующей трассы. Иди туда, не зная куда. Скажи, чем ты заплатил за свой героизм? Разбитой головой? Смертью боцмана? Ну что, начнем? Может, ты, Геннадий Михайлович? Ну, давай, Александр. Да и зажигай. Ну? Чего торопел? Давай, давай. 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 КОНЕЦ 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 Ну, как ты решил? Я же не говорю тебе, отрекись. Человек может сохраниться как личность. Только верь во что-то. Я же понимаю. Но всю жизнь вечным скитальцем. Ну, что ж. Прощай. Я так не смогу. Нельзя требовать. От всех Высокого. Требовать нужно до всех. Иначе не стоять земля. Я так не смогу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...